Российскому миллиардеру Роману Абрамовичу не продлевают британскую инвесторскую визу, уже несколько недель не дают ответа, и визы у него из-за этого нет. Из-за этого он, о ужас, пропустил финал премьер-лиги, где играл Челси, который, напомню, принадлежит кому? Верно, Абрамовичу. На этом фоне Комитет по международным делам Британской палаты общин рекомендовал принять новый пакет санкций против России, а именно закрыть европейский рынок от российского госдолга. Вот такая вот интересная и опасная инициатива. Да, по моим данным, действительно, эта история, она сейчас всплыла, они и вчера написали, но она началась еще месяц назад, в апреле, тогда же обсуждалась в узком кругу высокопоставленных чиновников. Интересно, что здесь опять пригодился такой источник информации, как сервис «Флайт-Радар», отслеживающий перемещение самолетов. В последний раз, согласно этому сервису, «Боинг-767» Абрамовича был в Лондоне в начале апреля, как раз после чего владелец Челси и потерял право на въезд. И вот накануне, как Тихон уже сказал, пропустил ключевую игру Челси с Манчестером, которую Челси, кстати, выиграл, по-моему, 1-0. Хотя официально это не отказ в визе, вот это важно подчеркнуть, а британцы оценивают ситуацию, принимают решения, но это, конечно, такой явный сигнал главному российскому бизнесмену, наверное, во всей английской истории. Вы здесь более не welcomed. И вот теперь, мне кажется, самый интересный вопрос – это просто сигнал? То есть они, так сказать, погудят, посигналят и дадут таки ему визу? Или это уже всерьез? И Абрамовича в Британию больше могут не пустить? Любопытно, кстати, что за все эти годы, обратите внимание, он так и не получил там ни гражданства, ни постоянного видножительства, продолжая довольствоваться вот этой вот инвесторской визой, а ее дают там за вложение в экономику Британии двух миллионов фунтов. Огромные для нас с вами деньги, но Абрамович, для Абрамовича это карманные расходы, потому что он вложил миллиарды в Челси, и по слухам у него может быть даже паспорт одной из стран, входящей в британское содружество. Но вот, судя по всему, если он и есть, Абрамович им не пользуется в текущей ситуации. Не может. Да, но вообще странно, что это не случилось раньше, коллеги. Почему, например, в западных санкционных списках Виксельберг есть, а Абрамовича нет? Мы, мне кажется, неоднократно задавались вот такими вопросами в рамках Ньюстока, в частности. И вот эти слухи о визе, возможно, предупреждение, да? Предупреждение, кстати, было и предупреждением, кстати, был и тот самый кремлевский список, как многие думают. Вот помните этот список в январе опубликованный, которого все страшно боялись. Было бесконечное количество разговоров, ах, что это будет, и какие будут санкции приняты против этих людей. Но люди, включенные в него, по принципу копипейст из списка Форбс, не получили конкретных санкций, но как будто получили сигнал. И вот среди них, например, есть Фридман и Авен, которые явно демонстрируют, что сигнал понят. И сегодня крайне занятная, коллеги, в этом смысле встреча намечена в Вашингтоне. Там в очень таком известном, авторитетном тэнк-тэнке, Атлантическом совете будут разговаривать с Авеном и Фридманом. И просачивалась информация даже о том, что якобы Атлантический совет в лице господ Пиантковского, Иларионова и Ослунда пытались как-то помочь конкретно олигархам из 90-х избежать включения в санкционные списки. И интересно, что когда данные об этой встрече просочились в прессу, ее чуть не отменили, мы об этом тоже знаем, но, видимо, разговор хотели провести тихо, но хотели провести обязательно. И в результате все-таки решили, что встреча состоится. Мы сегодня обязательно будем в Вашингтоне в лице съемочной группы RTVI. Нас на встречу, как и все остальные средства массовой информации, не пустят. Но обещаем, что выудим оттуда все, что будет возможно выудить. Будем ловить участников этих переговоров. Потому что невероятно интересно, как это будет. И знаете, что интересно, если вернуться из Вашингтона в Великобританию, интересно, что мы так и не увидели Скрипалей. И мне кажется, если честно, что это огромная пиаровская ошибка британской стороны, потому что это развязывает руки, в первую очередь, российским дипломатам, вслед за ними, российским пропагандистам. В интервью нам, RTVI, Мария Захарова как раз задавалась вопросом, а был ли мальчик вообще? То есть мы настолько не понимаем, что происходит с этим расследованием, что спекуляция специального представителя МИДа России здесь становится уместной даже. Ведь даже домашних животных Сергея Скрипаля уничтожили как улику, говорят на Смоленской площади в российском МИДе. А на вопрос, не Лондон ли отравил вообще, Скрипаля отвечает, а кто же их знает? И вот эта таинственность по делу, очень странная обстоятельность, для меня абсолютно непонятная, необъяснимая. Если у вас есть все данные, ну покажите, если не все, то хотя бы часть. Ведь эта закрытость не мешает принимать новые санкции, но она мешает абсолютно вот этому, что ли, пиаровскому эффекту. Ну, доказательная база ты имеешь в виду. Внутри Британии явно нет проблем с доказательной базой. Я, кстати, соглашусь, что действительно есть ощущение, что новые санкции не за горами. Хотя, скорее всего, это вот не произойдет прямо сейчас, после призыва Комитета Британского парламента. Понятно, также возвращаясь к тому, что Катя рассказала только, что ни один Фридман и ни один Авен, но и вообще российское государство в целом сейчас ведет напряженную борьбу, направленную на размытие, разложение единства западных стран по вопросу о санкциях, по вопросу о противостоянии России. Кое-что, кстати, явно удается сделать, потому что вот на этой неделе начинается Питерский форум, Петербургский экономический форум ежегодный. И туда в этом году приезжает Эммануэль Макрон и глава МВФ Кристин Лагард, не говоря уже про японского премьер-министра Абе. Однако, вообще говоря, есть предположение, что для серьезных изменений ситуации, а не символических, необходимы более серьезные уступки со стороны Москвы и, скорее всего, в первую очередь на востоке Украины. Вот непонятно, готов ли к таким уступкам Кремль. Пока же мы видим, что несмотря на частные реверансы и несмотря на готовность разговаривать, и это не только форум, но и недавний визит Меркель в Сочи, Запад продолжает усиливать санкционное давление на Россию. И перспективы Абрамовича приехать на следующие игры и Челси в этом смысле, ну, скажу, довольно туманны. Туманны, скажете? Это домашняя заготовка? Туманны, как и сама Британия, коллеги. Прекрасный, да. Красивый паста. Могу, могу, могу. Гениально, как и оригинально, тихо.